Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Ети 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про новинку. Складной нож от мастерской Дениса Ульданова. Нож сделан в России в городе Павлово Нижегородской области. Называется он Сиера. Вот такой вот симпатичный нож. Это фронт флиппер. Я очень люблю фронт флипперы, поскольку они ничего не ограничивают вот здесь и никаких шпеньков, которые бы укорачивали еще клинок. Это вторая модель этого бренда. Про первых нож R1 я вам уже рассказывал. Если вы не видели это видео, обязательно посмотрите. Я специально его оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Там же вы можете найти видео, как я ездил на производство в Павлово, чтобы убедиться, что это все делается в России, а не как многие сейчас у нас отечественные бренды делают все в Китае, а потом всем рассказывают, что это сделано в России. Здесь полностью все сделано в России, даже фурнитура. Собственно, что это такое и для чего? Если R1 это такой крупный полноразмерный нож, который можно с собой взять даже на какой-то пикничок, отрезать здоровый батон любительской бечены или еще какой-нибудь колбасы здоровенной, то это исключительно такой джентльменский компактный нож. Здесь клиночка чуть за 85 или в районе 85, минус чойл и того чуть больше 75 мм. При этом он весит меньше 100 грамм. Будет производиться с различными цветами вставок, с различными сталями. В моем случае это Магнокат. У меня первый номер. Еще хочется добавить, что дизайнер у этих ножей один и тот же. Ренар Ульданов. Это младший брат Дениса Ульданова. Ну и я думаю, что самым правильным будет сразу поговорить о характеристиках этого ножа. Вес данного ножа 98 грамм. Это хороший вес для таких габаритов. Здесь много титана, при этом есть облегчение в виде выборок под вставки и с обратной стороны у нас тоже имеются облегчения. Это такое редко на самом деле встретишь, тем более на отечественных ножах. Это фронт флиппер, как вы видите. Фронт флиппер на однорядном керамическом подшипнике. Вот так вот все это дело выглядит. Рукоятка имеет следующие габариты. 113 мм длины, 12 в самом толстом месте. У нас имеется титановый бэкспейсер. Крупное темлячное отверстие, в которое влазит любой паракорд. И у нас имеется клипса. Клипса не глубокая. Она вот так вот у нас будет, нож, торчать на кармане. И ввиду очень аккуратных, тоненьких габаритов данного ножа, он на кармане сидит просто супер. Причем клипса, она хорошо сделана. Она уведена вообще от вот этого места прослабления. Она у нас касается только вот за эту узенькую часть. Соответственно, одевается хорошо и на джинсы, и на брюки, и даже на спортивные штаны. Подшипник тут в пластиковом сепараторе. Вот такой клин, классический, прямой, такой дроп-поинт. И, собственно, 85 мм длины клина. 78 из них полезных, поскольку у нас есть чойл. Чойл рабочий. Вот у меня рука среднего размера, и у меня даже сюда безопасно ложится палец. Да, что я не боюсь, что я им подрежусь, потому что здесь все очень неплохо рассчитано. Ложится вот этим вот как раз перегибом между двух фаланг, и можно что-то делать такое достаточно тонкое, да, если вам нужно. Если нет, можете взять здесь. Тут вот никаких подпальцевых, тут как бы места хватает. Можно им даже что-то подстрогать. 3-4 вобухи, сталь, магнокат. Поскольку это ножевая сталь, у нее прописаны все термоциклы, то тут можно точно попасть в нужную твердость. Поэтому твердость здесь заявляется 63-63,5. А вот сведение и твердость заявленной железки я предлагаю вам проверить вместе. Прежде всего, если есть такая возможность, я стараюсь заказывать ножи без заточки. Да, соответственно, делать заточку самому, поскольку я стараюсь, когда что-то новенькое или интересное, поцарапать бутылку. А если нож уже заточен, то это, скажем так, обесценивание труда того, кто это затачивал. А прежде предлагаю померить сведение, да, поскольку здесь нету никакого подвода. Значит, смотрите, у меня это серийный вариант. На прототипе был момент, что сведение было тонкое, но оно было очень разное, да, что здесь там было 0.15 до заточки, здесь там было 0.3. Соответственно, при заточке вот здесь могла появляться рекурва. У меня именно серийный вариант уже. Это то, что продавалось, такие же уже продавались на выставке семерки. И, собственно, там уже эти все моменты учли, потому что я, как бы, опять же, давал обратную связь. Так, вот смотрите, 0.25. 0.25, 0.24 и кончик. Те же самые там 0.23. Абсолютно равномерное сведение, что говорит о том, что когда я его начну затачивать, проблем у меня таких не будет. Повторюсь, те, кто уже приобретал на выставке семерки, там уже именно серийные варианты с учетом вот этой вот особенности, которая была только на одном прототипе. Так, давайте твердость. Тоже немаловажный вопрос. Хотя я сам пользуюсь на своих кастомах термообработкой Дениса Ульданова. Тем не менее, всегда приятно еще раз проверить. Тем более, когда у нас все для этого есть. Так, где-нибудь вот здесь давайте. Вот так это прям, вот прям с хрустом, вот прям со стружечкой. Вот видите, прям стружка у меня стеклянная. Прям с разрушением стекла вокруг. Ну, это вот там честный 63. Это вот прям есть. Слышите, да? Давайте буду зажимать, точить. Вы, по сути, увидите уже только заточенный нож. После заточки у меня получилось 0,3 и 0,35 на кончике. Аккуратный, ровный подвод. Все здорово получилось. Никаких здесь проблем у меня не вылезло. Железо мне это безумно нравится. Финиш клина Stone Wash. Это, на мой взгляд, ну, самый практичный финиш для того, чтобы у вас не появлялось там царапин, еще чего-то. Давайте для того, чтобы получше понимать габариты данного ножа, мы сравним его с другими известными ножами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На мой взгляд, как для EDC, с характеристиками здесь тоже все отлично. Ну и сейчас, как обычно, я вам предлагаю разобрать нож, чтобы ознакомиться с его всякими интересными внутренними нюансами. Но прежде я рекомендую вам настоятельно, вот когда вы получите коробочку, открыть и изучить инструкцию, прежде чем пытаться раскрутить нож. Потому что, согласно гарантийным обязательствам, вот тут вот в комплекте есть бумажечка на этот случай, там четко написано, что разбирать нож не нужно. Вы потеряете гарантию. У вас есть сервис, вы всегда можете отправить к производителю. Это по России несложно. Почта сейчас, слава богу, работает быстро. У меня на это есть разрешение с точки зрения образовательной, для того, чтобы вы могли посмотреть, что внутри, и сами туда не лазить. Поэтому мой нож не на фиксаторе вообще. Так, ну, так же, как и на R1. Вот такой длинный, хороший винт. Все разбирается двумя битами. Осевой у нас десятка. Стяжные у нас восьмерки. Просто относительно вот этих вставок. Это, на мой взгляд, самое лучшее решение по облегчению конструкции. Да, соответственно, вы как будто бы делаете выборки для того, чтобы облегчить титан. Но вы их делаете не с внутренней стороны, для того, чтобы туда набивалась всякая шляпа. А вы их снаружи закрываете легким металлом. Но здесь делали, скажем так, облегчение титана и снаружи под накладки, под вставки, и еще и с внутренней части. Причем, смотрите, как все хорошо обработано. Здесь у нас с вами лежат стальные каленые подложки, по которым ходит подшипник. Упорный штифт. Вот такой вот, собственно, у нас бэкспейсер. Титановый тоже резьбы с двух сторон у него. Клинок. Посадочный подшипник у нас непосредственно в клинке. Везде, видите, фасочки. Все везде снято. Все везде аккуратненько. Вот так вот все это дело выглядит. И вот такой вот стандартный однорядный подшипник. В белом сепараторе осевой винт. На осевом винте антипроворота нет. Вот. И, собственно, вот ответная часть. Здесь у нас крепится клипса, каленый сухарик и керамический шар детента, который стоит именно во фрейме, в Титане, не в сухаре. В смысле, он не будет меняться в следующий раз. Есть у нас овертревел. Ну и качество обработки, я думаю, вам здесь хорошо видно. И мне очень нравятся вот эти вот узоры. Добавляют, скажем так, видение, что подошли к вниманию к деталям. Да, и обратите внимание, вот вроде бы внутренний винт, да, который никто не видит. И здесь все равно по кругу есть потайчик с фасочкой. Даже вот на этих отверстиях сняты аккуратно фаски. Честно вам скажу, редко встречается, когда есть облегчение с двух сторон. Хоть и со второй стороны выбрано совсем немножко, но поверьте мне, когда вы изготавливаете нож, из-за того, что у вас по-разному облегчается кусок титана изнутри и снаружи, там нужно все очень четко рассчитать, потому что накладку начинает заворачивать, вести и все остальное. Поэтому здесь была проделана огромная работа. Все это было рассчитано, опробовано, там что-то добавляли, делали, переделывали. Ну и качеству, конечно, вопросов нет. Что мы с вами имеем в итоге? Мы с вами имеем очень фотогеничный, очень хороший по совокупным значениям различных характеристик и DC-нож при условии, что если вам нравятся такие дизайны, такие габариты и такие материалы. Ну и, разумеется, цена. Да, если вас все это устраивает, я бы прям крайне рекомендовал присмотреться к этой модели. Ну и плюс, конечно же, нож сделан в России. Мне очень нравится, что у него есть всякие вот эти фишечки, с тем, что его можно поставить ровненько, сфотографировать красиво, при этом можно еще и хорошо порезать. Серийная, я так понимаю, основная партия будет производиться в Магнокат. Если нравится, каких-то вот недочетов в серийных исполнениях я не нашел. На прототипе был момент, я вам рассказывал по сведению, но на серийке этого уже нет. Я вот когда ездил на выставку, тоже все пересматривал, проверял. Вот такое сегодня видео. Все ссылочки на производителя в описании к видео и в закрепленном комментарии. На этом и все. Всем спасибо. Пока. Продолжение следует...